Всем привет! Мы на канале SEOquick, а канал SEOquick сегодня на Куяльнике. Мы продолжаем наш марафон видео на чистом воздухе, на соленом чистом воздухе. И, конечно же, мы сегодня хотим рассказать про то, почему не все сайты успешны, почему некоторые методы не работают. И на самом деле есть 5 проблемных таких вот мест, из-за которых 91% сайтов никогда не вылазят из дна. И, как говорится, некоторые там сидят в топ-30 и радуются, что они в топ-30, но никогда не достигают топ-1 ни по какой странице. И это сегодня наш марафон топ-5, как говорится, ошибок сайтов. Меня зовут Николай Шмычков, и я передаю слово Анатолию Литовске. Первым пунктом давайте обсудим, почему вы должны перестать копировать ваших конкурентов. Это просто огромная ошибка, которую я вижу постоянно. Практически каждый клиент приходит и говорит, вот мои конкуренты, я хочу вот их трафик, я хочу их результаты, я хочу их продажи. Это хорошо, вы должны анализировать ваших конкурентов, но вы не должны их копировать, потому что сайты, которые в топ-10, они, как правило, уже задействовали свой сильный ресурс. Они сильные, у них продукт, у них сильный какой-то контент, у них сильные внешние факторы ссылки. То есть множество сайтов проваливаются, потому что они просто банально хотят переранжировать каких-то мощные ресурсы, которые действительно уже обладают ресурсом для попадания в топ-10. Это все равно, что вы приняли решение заниматься боксом, и вот выйдете на следующий день против чемпиона мира по боксу, даже против чемпиона страны по боксу. Ну сможете вы его перебоксировать, и это время, вы должны нарастить мускулы, вы должны заниматься каждый день, выиграть кучу региональных турниров, набраться опыта, сил, и потом уже конкурировать с такими сайтами. Поэтому важно не боксировать с ними, а найти их слабые стороны. То есть если вы видите, что у них есть какой-то контент, который получает трафик, но при этом он устарел уже морально, я вам скажу, это даже проблема на многих сайтах, в том числе и на нашем сайте, потому что у нас просто банально нет времени переписывать множество старых статей, которые мы написали там 3 года назад, 4 года назад, нет времени, они еще дают трафик, и множество сайтов это просто не делают, потому что они дают трафик, то есть мы трафик получаем, какой смысл это переписывать? это и есть положительный момент где вы можете сработать то есть вам найти их слабые стороны и создать контент который действительно даст результаты то есть ищите и анализируйте конкурентов для того чтобы понять где их слабая сторона и сопоставить с вашей сильной стороной то есть вы видите что о вы здесь сильные мощные вы здесь можете предложить что-то новое и это вот для этого и делается этот анализ чтобы это определить и как раз направить ресурсы именно в этом направлении но мы переходим к следующему вопросу но и конечно же не стоит забывать что есть вторая проблема с которой я тоже столкнулся это называется игнорирование технического seo она может происходить на разных уровнях первый уровень это когда программист попросту не понимает технические требования к seo создает сайт на основе как говорится своих предпочтений в итоге игнорирует и структуру и как должны выглядеть ссылки и как и что должно индексироваться что индексироваться не должно карта сайта какая должна быть структура сайта как должен работать фильтр вот эти моменты и из-за незнания программиста эти моменты сразу становятся видны начинается это банально на неправильно внедренной микро разметки на неправильно внедренных каноникалах на неправильно внедренных тегах тегах которые отвечают за лэнгвич то есть языковую собственно языковые версии сайта за альтернативные версии разных доминов сайта Это такое тоже я видел много раз. Это называется по незнанию программиста, игнорирующего технического SEO. Второй момент, который заключается в избыточном знании иногда программистов, иногда владельцев сайтов, которые пытаются внедрить все и всюду. И это приводит к тому, что сайт перегружается микроразметкой, сайт перегружается SEO-шными такими техническими трюками. И в итоге от этого поисковик может даже забанить сайт за манипулирование, допустим, банально той же микроразметкой. Это тоже возможно. Я видел и такое точно так же. Поэтому иногда неправильное применение знаний SEO, либо незнание требований создания SEO в технической части, это касается и скорости загрузки, приводит к тому, что сайты никогда не вылазят из дна поиска, и их попросту даже никто не видит. Помните, что пользователь может, если очень сильно ищет, перейти на вторую страницу. Если конкуренция в нише невысока, а найти контент не получилось, он может перейти на вторую страницу. Но в условиях высокой конкуренции обычно дальше первой страницы он не уходит. А если еще и в вашей нише контекст крутится с двух сторон, то, как говорится, он может вообще не покинуть первую страницу и даже долистать до пятой строчки. Поэтому вы должны понимать, что понимание технических SEO является основой для продвижения. И если вы проигнорируете это, то это будет тот самый второй пункт, который вас похоронит. А мы переходим к третьему пункту. Третьим пунктом давайте обсудим, с кем вы должны конкурировать. И для этого и существуют такие сайты, как Moos, Ahrefs, Semrush, которые определяют уровень авторитетности практически каждого ресурса. Если вы создаете контент с нуля, у вас сайт не продвинутый, у вас нет ни авторитетности, ни трафика, не пытайтесь переранжировать розетку или озон.ру, или лентару, или корреспондент.нет, если вы в западном сегменте Amazon, eBay, Best Buy, потому что эти сайты обладают огромнейшим уровнем конкуренции. Пользователи, когда они вводят какие-то высокочастотные ключи, они смотрят на сайт, знают они его или нет. То есть если они увидят в топе там розетку, вероятность, что они кликнут розетку, увеличивается на 75%. Соответственно, Google не будет показывать сайты, которые люди просто банально не кликают. Для этого важно найти именно конкурентов вашей лиги. Есть множество сайтов, которые не обладают высоким уровнем конкуренции, но имеют трафик. То есть не пытайтесь брать 100% соответствующий трафик вашему сайту. К примеру, вот даже мы. Мы не пытаемся продвигаться по запросу продвижения сайта. Вот даже с нашими ресурсами, возможностями, авторитетностью, мы все равно даже не пытаемся брать тут трафик и запросы, потому что есть множество других крупных сайтов, крупных компаний, которые забирают этот трафик. Да, мы можем вложить кучу денег, ресурсов, времени, но мы не получим той отдачи. Важно найти контент, который генерирует трафики с низким уровнем конкуренции и создавать контент как раз для этих отраслей и получать легкий трафик при меньших затратах. То есть это то же самое, к примеру, если вы идете какое-то расстояние с пункта А в пункт Б, а вам надо еще в пункт С. То есть вы пойдете зигзагом или вы пойдете напрямую туда, куда вам надо. То есть не ходите этими зигзагами. Мало того, вы можете даже и не дойти, если вы будете конкурировать с сайтами не вашей лиги. Тот же самый пример с бокса, но вы не боксируете с чемпионами. То есть чтобы боксировать с ними, вы должны пройти огромный этап боксирования с какими-то послабее соперниками, спарринги, куча тренировок, каких-то мелких турниров. В сайтах то же самое. Поэтому вы должны измерять авторитетность ваших конкурентов. И уже после этого, когда вы видите, нашли сайты вашей лиги, то есть, к примеру, если вы там используете HRF, там у вас 0 параметра, ну конкурируйте с сайтами, у которых авторитетность там до 10-20. Если у вас уже больше параметра, ну плюс 10-20 вы можете брать. Они где-то HRF оценивают от 0 до 100. У Моза, по-моему, то же самое, у Семраж то же самое, Моджестик, Сео, они используют практически одинаковые параметры. Вот у нас авторитетность домена 50, то есть, мы где-то можем там конкурировать с сайтами, там авторитетность 60, 70, даже 80, ну уже 90, это уже много, это уже слишком. Если 0, пожалуйста, 10-20, эти сайты тоже имеют трафик, тоже имеют параметры, но он не 100% попадение. Мне часто вот клиенты говорят, вы знаете, этот не соответствующий мне трафик. Ну как это не соответствующий? Вот мы продвижением сайтов занимаемся, но у нас трафик продвижения в Инстаграм, продвижения в Ютуб, техническая оптимизация, это тоже однородный трафик, тут тоже есть клиент, но когда вы хотите на 100% попадение и там какие-то мощные конкуренты, вы просто сливаете деньги и вообще никакого трафика, не видите никаких результатов, это просто выкинутые деньги. Ну а мы переходим к следующим вопросам. Все верно, конкурировать в своей лиге является ключевым фактором, но вы должны даже быть в своей лиге уникальным. Вы должны быть экспертом в вашей лиге, вы должны быть авторитетом и вам должны, конечно же, доверять. Для того, чтобы быть экспертом, у вас должен быть соответствующий уровень знаний, то есть вы должны действительно разбираться в тематике. Вы должны прекрасно оперировать терминами, вы должны оперировать фактами, вы должны оперировать исследованиями и должны делать аргументированные выводы. И для того, чтобы экспертность ваша была максимально на сайте подчеркнута, на вашем сайте должны быть только качественные статьи, никакого рерайта, никакого мусорного текста. Об этом мы уже говорили много раз. Статьи, которые вы пишете, должны иметь максимальную вовлеченность в чтение материалов, которые вы изложили. Хорошим критерием вовлеченности статьи является количество шеров в соцсетях. Количество комментариев с вопросами, которые задаются под статьей. Обсуждение статей на других источниках. Это действительно цитирование вашей статьи. Это является действительно хорошим показателем вашей экспертности, потому что ваш материал вызывает желание его обсудить. Поэтому самый простой вариант, это, конечно же, создание статей. Второй вариант, это создание экспертных видео. Для экспертных видео нужно чуть-чуть другой формат. Другой формат подачи материала, возможно, работа с монтажом, работа с, как говорится, больше с аудиосоставляющей. В то время как в статье вы можете накидать кучу графиков, скриншотов, таблиц. Ролики имеют только лишь фоновое значение. На самом деле, мы проверили, графика имеет минимальное значение, на самом деле, для видео, чтобы это как бы не говорили. Она имеет просто как отвлекающий элемент, но основной имеет речь и структура повествования. Аудиоподкасты, это хороший формат, когда идет один вопрос, один ответ, например, это лучший формат. Часовые подкасты утомляют, лично я такие даже не слушаю. Стараюсь находить короткие, и мне они больше всего нравятся. И сам, собственно, такой формат и пропагандирую. Поэтому для экспертности вы, конечно, должны прекрасно разбираться в теме. Авторитетность. Авторитетность просто так не приходит. Вы должны быть известны, вас нужно, как говорится, находить, про вас нужно, вы должны существовать. И, как говорили, не помню, как говорил, возможно, вспомню. Если вашего бизнеса нет в интернете, вас нет нигде. По-моему, Билл Гейтс. По-моему, Билл Гейтс. Ну, реально мысль заключается в том, что если меня не будет в интернете, вот меня формально нет нигде. То есть, когда мне говорят, вот я там великий специалист, я гуглю этого специалиста и смотрю, где он есть. Если я про него нахожу контент, я вижу, что он что-то создавал, то да, у меня есть в нем авторитет. Для повышения авторитетности вы должны создавать контент не только у себя на сайте, но и на других сайтах. Да, не поленитесь писать гостевые посты, они нужны не ради ссылок. Да, не поленитесь зарегистрироваться на крупных сайтах, где, допустим, участвуют всевозможные специалисты в вашей отрасли. Например, для врачей есть порталы, где забиты все врачи. Зарегистрируйте себя как врача. Зарегистрируйте всю клинику всех ваших действующих специалистов. Медсестер не надо, а вот врачей надо. Вот обязательно зарегистрируйте всех врачей, которые работают в вашей частной клинике на таких порталах. Их немного, их штук 5-6 в вашей стране может быть, но на них нужно быть. Само собой, для авторитетности еще вашего сайта, ваш сайт тоже должен присутствовать на всех справочниках. Его можно будет найти в Google-картах, в Яндекс-картах, где угодно. Если же вашего сайта там нет, то с авторитетностью у вас будут большие проблемы, потому что никто не будет понимать, что вы вообще существуете и стоит ли вам доверять. И здесь вот следующее, они очень связаны, это траст или доверие к вашему сайту. Доверие строится о реальных отзывах пользователей на ваш сайт, который оставляется на тех же Google-картах, на тех же справочниках, в соцсетях, на вашей бизнес-странице Facebook, на вашей бизнес-странице ВКонтакте, где люди обсуждают вас, цитируют ваше название компании, обсуждают в других постах. Это все видят поисковики. Вы можете думать, что поисковики это не видят, но они видят все, даже посты в Твиттере, которые вы делаете с ссылочкой на ваш сайт. Да, они это ранжируют по-своему, они не ранжируют это напрямую. В основной фактор ранжирования по ссылкам, который мы все знаем, как Google появлялся, он использовал фактор ранжирования по ссылкам, это не учитывается. Но это все формирует вот этот показатель EAT по вашему сайту. Если на вашем сайте написан блог, на котором нет автора, не написана дата статьи, и толком ссылок на ваш сайт нет, какой бы вы не создавали классный информационный портал по медицине или по беттингу, или по финансам, вас ждет провал, потому что Google начал хоронить такие сайты еще с позапрошлого года, и хоронит их до сих пор. Поэтому EAT это грубая ошибка, из-за которой даже крупные сайты могут рухнуть. И последним пунктом давайте обсудить, что архиважно. И тут я хочу вам рассказать свою историю. Много лет назад я решил создать проект строительной биржи по одной простой причине, потому что я увидел, что действительно эта отрасль не занята, тут можно действительно срубить множество денег. Одна была большая проблема, я понятия не имею, что такое строительная отрасль. У меня все ремонты, которые были в квартире, это делали мастера. Я даже дома не ремонтирую ни сантехнику, даже лампочки не закручиваю, прошу просто каких-то людей помочь мне, потому что они специалисты, эксперты в этой отрасли. И я, конечно же, макнулся туда, что я вообще не понимаю. Я вам скажу, три года инвестирований, ресурсов, денег, времени и ноль результата. Мы просто этот проект похоронили, забыли. И я вам скажу, что сегодня я только рад, что получил этот опыт. Не только я один. Такой же пример поделился им Нил Паттел. Когда в Соединенных Штатах начали разрешать спортивный покер, он купил покерный сайт, начал его продвигать, двигать, он даже в какой-то момент давал результаты, а потом он просто упал и вообще перестал давать результаты. Он тогда начал списываться с покерными экспертами, спрашивать, объясните, почему, что не так с этим сайтом? Они говорят, ну, вы пишите про то, что вы не понимаете. Мы вот заходим, мы не видим пользы в вашем сайте. Соответственно, Google перестал это ранжировать. И Нил Паттел так же сам взял, похоронил этот проект, потерял кучу денег. Не мы единственные, множество людей сегодня макаются в интернет ради денег. Они видят, что кто-то зарабатывает где-то много, они ломятся сюда, начинают создавать проекты, которые они не понимают, потому что кто-то где-то зарабатывает и проваливается, потому что они не могут принести пользу. Если вы хотите создать какой-то сайт и действительно зарабатывать в интернете, первоочередно вы должны принести пользу. Как это можно сделать? Вы, когда работаете в какой-то индустрии, вы ее любите, вы ее хорошо знаете. Вот, к примеру, мы интернет-маркетологи, мы это любим, знаем, мы концентрируем все внимание здесь, мы знаем, как принести пользу. Когда вы работаете где-то, вы видите, что есть какие-то проблемы. Опа, здесь есть проблема, а я знаю, как ее решить. Здесь есть слабый тул, а я знаю, как сделать хороший тул. Здесь слабый контент, я знаю, как сделать лучший контент, потому что я знаю. То есть, основная возможность для развития бизнеса, это проблема существующего бизнеса, когда есть множество недовольных людей. Инг поделился прикольным исследованием, он говорит, что практически вот все компании, там, Microsoft, IBM, HP, множество других, они на самом-то деле появились в тяжелое время. То есть, не в какие-то легкие времена, а действительно в тяжелые времена. И они появились тогда, когда были проблемы и недовольные клиенты. То есть, люди были недовольными существующими продуктами, услугами. Они создали то, чтобы сделать их довольными. И для этого надо иметь опыт и знания в какой-то одной сфере. Фокусируйтесь на одном направлении, создавайте пользу для людей. Даже можете забыть про деньги, потому что, к примеру, мы для нашего блога, мы писали пару лет статьи, мы вообще результатов не видели. Мы просто приносили пользу, пользу, пользу. У нас были другие источники получения денег, но мы создавали, мы создавали тулы, мы просто думали про пользу. Чем больше вы пользы создадите, тем больше людей за вами последует и будут покупать вашу услугу. То есть, деньги, они в принципе придут впоследствии. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщайте про наш новый формат, интересен он или нет. Это здесь, на Куяльнике, в Одессе, наше Мертвое море, где много соли, много пользы и здоровья. Если есть возможность, приезжайте, задавайте нам вопросы. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok